Приветствую вас, мы говорим здесь с вами о холодке, который возник у вас в отношениях. То есть, под холодком вы понимаете некое такое... ...отстранение, я полагаю. Да, когда человек, ну не так, вот он не так близок к вам, например, да, как раньше, да, не так откровенен, как раньше и так далее. Если я вот правильно вас понимаю, то, говоря о холодке, вы имеете в виду именно это. Причины могут быть подобных явлений самые разные, начиная от какого-то недопонимания между вами, допустим, да, и заканчивая, там, проблемами непосредственно в его личной жизни, да, заканчивая проблемами, вот, в том, что касается его самого. То есть, ну, то есть, не связанных, да, проблемами, не связанных с вами, в принципе. Вот. И, на мой взгляд, конечно, здесь, в первую очередь, нужно понять, были ли вы, вот, вы сами, вели ли вы себя, условно говоря, хорошо. То есть, ну, то есть, грубо говоря, насколько, вот, естественно, вы себя вели в отношениях. Вот. То есть, были ли какие-то, были ли и есть ли какие-то основания полагать, что, там, мужчина, к примеру, именно на вас обиделся, обиделся именно на вас, именно вот, ну, благодаря вашему поведению и вашему отношению, да, что-то, что-то изменилось, что-то произошло, вот, вот эти моменты, на них вам нужно обратить своё внимание, самое пристальное, вот, потому что именно это является причиной тех проблем, тех трудностей, которые сейчас есть между вами, вот. Если в целом, вот, если в целом всё между вами не плохо, если в целом вы вели себя, как я уже сказал, хорошо, да, если вы вели себя хорошо, то переживать вам не из-за чего, вот, именно вот переживать. То есть, мужчина, конечно, может отстраниться, но то, что дело вас, это то, что это из-за вас, ну, очень маленькая вероятность этого, с того, что это из-за вас, на самом деле, вот. То есть, скорее всего, вот тут, тут проблема в самом молодом человеке. Вот. А вы говорите, что неделю назад всё было хорошо, значит, я, возможно, имею в виду подумать, что, что вот, что произошло. Да, то есть, вот, что-то произошло неделю назад, что поменяло в корне отношение молодого человека к вам, да, или, может быть, не, может быть, не совсем, конечно, прям в корне, да, поменяло, но поменяло. Вот. И очень важно понять этот момент, да, очень важно понять, что произошло. Молодого человека можно не спрашивать, скорее всего, он скажет, что всё в порядке, никаких проблем нет. Вот. Поэтому, главное, здесь нужно постараться самой, вот, как-то дойти, дойти до понимания с целью проблемы. Вот. Потому что молодой человек, как я и сказал, не скажет сам. Вот. Вообще его беспокоит. Как правило, молодые люди не говорят. Вот. Ну и определиться, возможно, с тем, какое значение мужчина имеет для вас, то есть, насколько вы боитесь и боитесь ли, там, его потерять, боитесь ли вы, что, ну, все ваши отношения закончатся, например. Если боитесь, то почему вы боитесь? То есть, ну, с чем связан такой страх? Страх. Ваша тоже. Это уже некая ваша личная проблема, которую нужно решать вам самой. Молодой человек. Здесь ни при чём. Вот. Вы пишите о том, как быть, как быть, чтобы что. still. Не означает ли это, что он хочет расш..., а-а-а-а-а, что это время растаться? Мммм, почему вы считаете, почему вы считаете, что Ладок в отношениях, это, это, Это вследствие того, что пора расставаться. Холодок в отношениях это вследствие того, что отношения столкнулись с определенным кризисом. И кризисы это норма. Для любых отношений. Вот. Поэтому то, что вы хотите расстаться здесь с мужчиной, на мой взгляд, может свидетельствовать только о неуверенности, например, в себе. Они уверены в том, что вы, к примеру, в принципе готовы бороться за отношения, что-то делать, как-то работать над их сохранением. Вот. И всё. То есть, вы не воспринимаете трудности в отношениях, да, как вот что-то само собой разумеющееся для вас. По крайней мере, судя вот по тому, что я вижу. А для вас отношения к трудностям быть не должно. Вот. Ну, это, к сожалению, не так, потому что трудности бывают у всех, и это абсолютно нормально. А вопрос заключается в том, как вы с ним обслуживаете, с ним обслуживаете. Вот. Вот. Как, 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 какая штука. Поэтому вам нужно выработать, возможно, своё отношение, и вот своё отношение к трудностям, что сейчас у вас в отношении. И, исходя из этого, уже просто двигаться, я полагаю, и вот если вы будете продвигать свою, скажем, ну, скажем, скажем так, свою адекватную модель поведения, основанную на том, что вы считаете правильным и на том, куда вам хочется, например, двигаться, я полагаю, что это достаточно быстро решит проблему той неопределённости, которая сейчас, правильно, вас сложила. Но помните, пожалуйста, что ответственность, именно ответственность за, ну, условно говоря, за свою определённость, ответственность лежит на вас. То есть, только вы отвечаете за то, насколько определённым будет история, ну, история ваших отношений. И если у вас есть какие-то страхи, вот, то лучше, конечно, если вы не будете ответственность за них, за страхи, перекладывать на человека, ну, на другого человека, да? Вот так. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.